Сегодня самые известные киберспортсмены это Звёздные Задроты. Кроссовки за 1000 долларов, яркие спорткары и даже участие в отвратительнейших рекламах от Доритос. Жизнь хороша для них, особенно если сравнить, что было много лет назад, когда турниры проходили в маленьких залах и единственным призом был крутой компьютер или мешок риса. Но задолго до этого, в древние времена, был один неповторимый звезда гейминга. Новатор, непоколебимая скала, который не только выигрывал сотни тысяч долларов и роскошные призы, но также навсегда поменял то, как мы играем в игры. Если вы в определенном возрасте любите видеоигры, Дэннис Трэш Фонг, это Джон Эймов в мире видеоигр. Сегодняшний киберспорт возник из множества странных первобытных вещей. На Западе мы можем точно начать отчет с таких игр, как Дум и Квейк. И в 90-х, когда эти игры были актуальны, был один неоспоримый чемпион. Дэннис Трэш Фонг Был, пожалуй, самым ярким ходящим стереотипом о геймере в ранних 90-х. Он был студентом колледжа, который жил с родителями и очень много играл в Дум, и был хорош в данной игре. Настолько хорош, что когда в 1995 году велась пиар-компания к тренирую Майкросо по игре Дум, он не проиграл в 1500 игр. Эта серия сделала так, что о нем писали газеты, называя его самым смертоносным убийцей в киберпростанстве. Мужик, когда я был одержим Квейком, я смотрел демки игрока под ником Трэш. Дэннис Фонг Он был лучшим, и когда я еще играл перед тем, как закончить, он был просто феноменален. Он настолько был хорош, что люди смотрели его демки и старались повторить движение. На ранних этапах карьеры Трэш уже зарабатывал 500 долларов за каждое появление на публике. Но он очень быстро вырос с заработка. Через два года Трэш уже зарабатывал шестизначные суммы в качестве поддержки, и люди ему платили за обзоры игр с участием звезд. Плюс, к этому он зарабатывал 250 тысяч долларов призовыми всего лишь за два года, будучи проигроком. Он выигрывал все. Трэш был у истоков киберспорта в то время, когда не было даже такого понятия, как киберспорт. У него были спонсоры, он летал по США, чтобы участвовать в турнирах, и он настреливал головы. Он даже создал почву для нынешних нелепых и стыдливых ников. Трэш — это сокращение от фразы «порог боли», которая больше звучит как название альбома группы Дэд Клок, а не как твой ник. Так, в то время киберспортивные турниры не могли поразить людей крупным призовым фодом. Поэтому иногда победители предлагали нечто другое. Перед турниром «Красное уничтожение» трэш был на вершине. Турнир по Квейку в 1997 году был первым крупным национальным турниром в США, и из 2000 игроков в онлайне осталось только 16, которые поехали играть на Е3 в Атланте. Но ТОП-16 не играла за деньги, а за Феррари Джона Кормака. Окей, у вас сейчас возникло несколько вопросов. Первый. Кто такой Джон Кормак? Второе. Где он взял Феррари? Третий. Какого хрена он сделал автомобиль в качестве приза на турнире по Квейку? Но выяснилось, что ответы на все вопросы были немножко безумны. Первое. Кто такой Джон Кормак? Он был настолько одержим компьютерами в виде играми, что в 14 лет сделал кислоту из термопасты и вазелина, чтобы расплавить окна в своей школе для дальнейшей кражи компьютеров. Он был арестован, и психиатрическая экспертиза сделала вывод, что он, цитата, «с мозгом на ножках, у которого нет сочувствия к другим человеческим особям». Возможно, это звучит непристойно по отношению к человеку, но это до тех пор, пока вы не спонсируете, сколько Квейк и Дум. Помните, я говорил, что Дум и Квейк были самыми популярными играми в мире? Это да. Но тогда они же сделали их создателей звездами. Кормак объединился с Джоном Ромеро, Томом Холлом и Эдрином Кормаком для создания в 1991 году ID Software, где они создавали хит за хитом. Первый был Wolfenstein, затем был Дум и после Квейк. После пяти лет с момента создания они эффективно подкорректировали и усовершенствовали каноны для шутеров от первого лица. Вы не можете занижать заслуги Джона Кармака и Джона Ромеро и то, что они сделали для киберспорта. И я думаю, это криминальное впущение, что никто не пошли в какой-нибудь пожизненной награде в киберспорте. Потому что они бадди, они создатели. Также они прародители лан-турниров в киберспорте. Факт остается фактом. Без Квейка, без Дума, без Хекса, без замка Wolfenstein'а у нас не было бы 3D-игр, шутеров от первого лица. Не было бы Counter-Strike, который был создан на базе Half-Life, который, кстати, был создан на движке Квейка. Эти игры тогда были аномально популярны. Были проданы сотни тысяч копий о каждой. Неплохо для небольшой инди-студии, которая управилась четырьмя задротами. И ничто не остается вечным. С течением лет Римская империя этих игр рухнула из-за конфлекта их создателей. Ромеро и Хоу ушли, чтобы создать свою студию Einsturm, которая впоследствии распалась. И даже ID ушли в тень актуальности, так как новые студии начали забирать бразды правления. Итак, о чем я? Трэш, Кармак, Феррари, правильно. Кармак был сказочно богат благодаря своим созданным хитам, и он сделал то, что делает каждый в 20 с чем-то лет с состоянием больше, чем убога. Он купил кучу спорткаров. У Кармака настолько было много Феррари, что он мог пожертвовать одной из них в качестве приза на турнире красного уничтожения, и сделав на тот момент самым ценным призом в истории соревновательных игр. После проделанного пути в ТОП-16, Трэш очутился в Гранд Финале против Энтропи, который оказался очередной жертвой его доминации. Забавный момент, будучи геймером, все знали, что я никогда не нервничаю. Спокойно. Да, это вообще меня не задевало. И даже когда я играл в Финале, я не нервничал. Но под конец, когда я понял, что выиграл, я смотрел в отражение Феррари на мониторе и стал дико нервничать. И я испугался. Но были некие логистические проблемы с данным призом. Первое, то, что Трэш не умел водить. И второй факт, что он не был застрахован. В итоге Кармак не только отдал Трэшу свою Феррари 328, но он также оплатил ему страховку на весь год. Он в итоге ее использовал какое-то время в лобби своей компании в качестве элемента для переговоров. Он ее продал, и я даже получил сообщение в прошлом году, что она до сих пор в ходу и хорошо функционирует. После того, как он стал самым успешным геймером, Трэш помог создать множество сайтов, которые были проданы за миллионы долларов. Но его наследие до сих пор чувствует каждый человек, который играет в компьютерные шутеры. Когда многие начинали играть, в то время ты просто использовал клавиатуру. И потом люди осознали, что у клавы ограниченный градус поворота. Если вы хотите повернуться налево, он сделает это под определенным градусом. Вы не сможете делать это резко. Я нашел комбинацию WASD на левой руке и мышь на правой руке как самую комфортную. Трэш был прародителем использования WASD. Для предвижения и выиграв множество турниров, с данной конфигурацией кармак увековечивала старания, запрограммировав это в Quake как дополнительную конфигурацию. Но затем WASD трансформировала Quake, став стандартной настройкой для всех шутеров. Добавок к этому, его наследие сохранилось в League of Legends, где любимый всеми страж Цепей несет название в честь его ника. Сегодня киберспорт — это крупная индустрия, и растет она каждый день. Турниры становятся больше и больше, и наши звездные игроки становятся реально звездами. 23 года назад Трэш не был далек от этого. Он был настолько знаменит, что делил одну газетную полосу с Биллом Клинтоном в Wall Street Journal. Но с тех пор прошло два десятилетия. Это очень долго в реальном времени, но в киберспорте это вечность. Люди играют два года, потом их называют ветеранами, и их выплевывает система уже в 21 год. Большинство из вас не знает, кто такой Трэш, уже не говоря о его достижениях. Наоборот, его наследие живет в WSD. Киберспортивные начинатели, возможно, поменяли индустрию, но важнее, что они навсегда поменяли то, как мы играем в игры. И это стоит гораздо больше той Феррари, которую ты не можешь водить. Напоследок, хочу сказать, что у киберспорта светлое будущее. И я рад, что зал слабый выбрал меня, чтобы я стал частью этого, потому что для меня это многое значит. Мой маленький вклад в рождение и становление киберспорта будет помнить будущее. Спасибо большое. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео об истории киберспорта и как все это зарождалось. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал Рублем, ссылка на донейши на лед будет в описании. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всем до скорой встречи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова